В Астраханской области отметили один из самых заметных праздников – День ВДВ. Крылатой пехоте в этом году исполнилось 85 лет. Юбилейную дату многие начали отмечать с молебна. Продолжился праздник митингом в Братском саду, где в честь этого события награды получили как действующие, так и бывшие десантники. Тема продолжит Римма Хохлова. Огненные колесницы, громы и молнии, суровый, но справедливый характер – все это о пророке Илье. Своему небесному покровителю, День Его памяти, многие астраханские десантники пришли помолиться в храм Александра Невского. С самого рождения храма Александра Невского, и закладки, и освящения в честь Александра Невского, тоже великого полководца, воина, для воинов-десантников этот храм тоже стал своим. В свою очередь, говорили ветераны ВДВ, сегодня они готовы помочь и в новой стройке. В Третьем Юго-Востоке постепенно вырастает храм в честь человека, ставшего объединителем русских земель. Именно Сергий Радонский благословил Дмитрия Донского на Куликово поле, на обои. Поэтому мы должны равняться на таких людей, на Дмитрия Донского и Сергия Радонского. Это значимые люди нашей России. Эти люди сохранили целостность России, нации и нашего народа. Не только праздник, но и день памяти тех, кто отдал жизнь за отчизну. На болезнь пришла и мать погибшего десантника Александра Рыжова. 22-летний юноша погиб день своего рождения в Афганистане. Все ребята и десантники, они меня как сыновья. Потому что я благодарна им, что они чтут память моего сына. Слава ВДВ! Слава ВДВ! Флаги ВДВ, голубые билеты, песни о воинской славе. Сотни крылатых пехотинцев приняли участие в торжественном митинге у вечного огня в Братском саду. Рядом с ними – жены и дети. И все без исключения в беретах и полосатых футболках – символах принадлежности к элитному воинству. Нужны традиции. Тогда и будет и патриотизм, и все. И сила, и вера, и мужество. Я хочу стать десантином, потому что они смелым хочу стать. И защищать Родину. В торжественный момент около 50 ветеранов ВДВ получили заслуженные награды. Почетные грамоты, благодарственные письма и именные губернаторские часы. А также медали и юбилейные знаки. А вот пятерим десантникам вручили орден Маргелова, основателя воинской элиты. Эта награда для голубых билетов все равно, что орден Красной Звезды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова